Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я хочу рассказать вам о пустых баночках. И еще хочу сказать, как у краски я красилась, потому что меня много-много раз спрашивают, и как раз-таки сейчас я вам ее покажу. Еще хотела сказать, что часть видео будет из другой коллекции, потому что я уже сняла пустые баночки для вас, но каким-то волшебным образом я случайно удалила часть видео, поэтому я переснимаю сейчас, и как раз-таки новые баночки еще нашла, которые тогда вам не показала. В общем, будет часть оттуда, часть оттуда, так как я, в общем, забегала и запрыгалась, и вот не получилось. В общем, давайте про красочку, потому что меня спрашивают часто, чем я осветляюсь. Я осветляюсь вот такой краской дома, но скоро я собираюсь покраситься, я собираюсь протянуть блонд, как выгоревший, знаете, просто у меня сейчас идут корни темные, да, они уже отросли, а я хочу как бы сделать блонд, но протянуть попробовать. Сама я это сделать не смогу, естественно, нужно будет обращаться к профессионалам. И, ну, когда покрашусь, я покажу, засниму, естественно, вам. А так я красилась всегда вот этой красочкой, самый светлый, мягкий осветлитель на тысячу, или лореаль, это в другом видео у меня было, ну, в общем, самый светлый, вот этот мусс. Сам факт, что мусс мне нравился, либо лореаль, либо шварцкоп. То есть, мне все очень нравилось, все осветляло, все классно. То есть, если мне не понравится, там, то, что мне протянут, я возьму и снова покрашусь в белый цвет, потому что многие говорили мне, что мне хорошо с белым. Итак, продолжим дальше. Даф. Вот у меня закончился даф. Офигенно. Офигенное средство для волос. Очень хорошо расчесывает, очень хорошо пахнет. Сейчас у меня другое немного, понтин, и мне тоже он нравится. До этого был Glisskur, и маска, и спрей. Спрей так и остался, маска вымазали все мои друзья уже, и я рада, потому что мне ни запах, ни эффект не нравился. А вот даф отлично вообще. Вот, запомните его. Если попадется, берите. Если брать для волос, то мне очень нравятся вот эти масочки LSEF. Это, знаете, вот, ну, как бы, я чередую все время для того, чтобы, может, волосы не привыкали, еще что-то. Но вот, кстати, вот эта маска мне очень понравилась. Это белорусская косметика. У нас их целая сеть. Очень много этой белорусской косметики. И эта профессиональная серия, она без какого-то там, я все время забываю, это сложное слово, в общем, очень мягко очищает кожу. Знаете, после ламинирования, вот, бывает, используют вот такие вещи. В общем, очень мягко и бережно относится к волосам, и мне нравится эффект после них. У меня еще вот такой же шампунь. Но шампунь еще остался, масочка закончилась. Это то, что я буду покупать второй раз. Ну, LSEF и шампунь, и бальзам мне нравятся. Они тоже очень мягкие, и эффект очень хороший, и бюджетненько. Дальше маслица для волос. Я вообще уже разрекламировала, оно мне закончилось. Но здесь просто идеальный запах. У меня сейчас другое немножечко масло. Я его показывала уже вам в видео по уходу за волосами. Но вот это масло все равно остается для меня фаворитом. Я его приобрету после того, как закончится то масло. Потому что здесь и запах, и эффект просто замечательный. Я это масло обожаю. Вот оно. Сделайте скриншот. Если интересно, попробуйте. Очень классно. Дальше продолжаем. Давайте продолжим для тела. Вот, пока я была беременна, я пользовалась вот таким вот молочком. Скажу, что ничего особенного в нем нет. Оно 360 рублей, по-моему, стоит. Но я бы его не приобрела. Мне больше нравится, кстати, вот такое, бюбхен. Оно намного мягче мажется, и запах у них вообще идентичный. И здесь как бы... Ну, вот это мне больше нравится. Это можно и не брать. Особо прям суперэффекта какого-то я не заметила. Мама комфорт. Молочко для тела, увлажняющее. Масло кокосовое. Вообще, просто замечательное. У меня, причем, масло это, оно пищевое. Я, кстати, слышала где-то, что настоящее кокосовое масло не пахнет. Девочки, объясните, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, как так. Вот у меня пищевое просто масло, да. Его, то есть, можно употреблять в еду. Но оно имеет очень-очень-очень приятный характерный запах кокоса. То есть, который ни с кем не спутаешь. Вот баунти, райское наслаждение. И оно пахнет. И что это значит, оно не настоящее, я не понимаю. Расскажите, пожалуйста, кто знает. В общем, кокосовое, оно вообще универсальное для лица, для тела, для волос. Супер-мега масло. Я рекомендую. Буду еще покупать. Также для тела, ой, давно-давно я покупала. Это на Кипре. Вот, запомните, если будете где-нибудь там, или, может быть, увидите. Потому что все равно у нас в России и продаются из Индии всякие средства, еще что-то. Это молочко для тела, оно с безумно приятным запахом, с безумно приятным эффектом. Я его, кстати, покупала за 6 долларов. Тут даже еще не стерлась. Оно очень-очень классно пахнет. У меня прям такие ассоциации приятные с морем и с хорошей погодой. Оливковое. Маленький кряхтит на заднем фоне. Чтобы вы про него не забывали. Также для тела вот такой миксит я попробовала. Сразу скажу, вот миксит у меня есть для лица и для тела. Мне не понравилось. Для лица мне не подходит, потому что как только соприкасается где-то с глазами, у меня начинают щипать глаза, что мне очень не нравится. Потому что все другие крема для лица никак не действуют на глаза. И мне вообще не нравится, честно говоря, запах их. И, ну, вот миксит, ну, как бы для тела обычно крем да крем, да, ничего такого. Ну, вот запах. Я очень люблю запахи. То есть для меня ароматерапия. А здесь как-то непонятно. Ну, оно еще не закончилось, да, оно вот уже на подходе. Но я решила о нем тоже сказать вам. Его везде рекламируют наши звезды, как бы, да. Но я бы не стала приобретать себе такое. Мне даже, честно говоря, бесплатно оно не нужно. Ну, вот, в принципе, и все. Сейчас будет часть, которая у меня осталась. И там я покажу то, что я уже, в принципе, выкинула. Также у меня закончился вот такой вот корректор Диваж. Я его покупала. Вы знаете, я уже после него покупала себе два корректора. И они намного лучше Диваж. Диваж немножко такой жидковатый. Не очень хорошо скрывает все. Но это, на мой взгляд, опять же, может быть, кому-то нравится. Но я раньше консилерами особо не пользовалась. Это был, можно сказать, мой первый консилер. Такой вот, ну, серьезный, чтобы я хорошо им пользовалась каждый день. И теперь у меня есть с чем сравнить. Ну, в общем, я его покупать больше не буду. Также я вот такой вот масочкой пользовалась. Мейтан от морщины, потери упругости. В общем, неплохая масочка, как и все такие масочки. Достаешь, она пропитана чем-то на лицо. И, в общем, потом мягкое лицо. В общем, ничего такого особенного в ней нет, чтобы прям сказать, вау-вау, берите, покупайте. Можно и другие марки попробовать. Также у меня вот пудра, которую я покупала. Но я ее, короче, баночка. Вспомнила, откуда баночка. Думаю, глядя, она закончилась, что ли. Здесь была такая белая пудра. Это тоже белорусская косметика. И я ее... Вот у меня были шарики. У меня здесь оставались шариков немножечко. И, короче, я здесь все посмешала. У меня здесь шарики Арифлейм темные. Потом белая пудра вот эта вот из белорусской косметики бросила сюда. Там еще были... В общем, получилось все, как и было. В общем-то, кто следит за моим каналом, помните, что я пыталась формулу найти герленовскую. В общем, накидала разных шариков. И да, теперь она как пудра. С легким отливом таким. И, в общем, все круто. У меня здесь полная штука. Хотя столько, сколько я туда засыпала. Может быть, уже герлен можно было купить. Эти взять, те взять разных, короче. Дальше. Мари Кей у меня закончилась. Вот эта штука тоже очень классная. Моей маме она вообще очень нравится. Она не изменяет Мари Кей. И это набор. Ну, вот он уже весь грязный, короче. Потому что он здесь закончился. Мари Кей состоит из двух шагов. То есть, первое идет у нас скрабик. Такой хорошенький. И второе, это идет эссенция, которая затягивает потом поры после этого. Здесь очень-очень мелкие гранулы. Алмазные, называется. Алмазные какие-то вот такие частички. Они очень хорошо очищают кожу. Что она становится прям гладкая и мягкая. Вот. И, соответственно, вот это вот как крем. Можно еще сверху крем. Перед этим можно еще очищение сделать перед скрабом. И скраб такой, достаточно серьезный. То есть, им нужно аккуратно. В общем, вот этот наборчик очень классный. Точно рекомендует его моя мама. Она ему не изменяет. Дальше. У меня заканчивается жидкость для снятия лака. Вот она мне вообще не нравится. Она ничего не снимает. Я ее покупала, по-моему, в Ривгош. Вот. Масло 20% для снятия без ацетона. Я вам скажу, в фикс прайсе вот такие маленькие продукции. Они то лучше стирают. Вот. А вот это вот, короче, на масляной основе. И пахнет невкусно, короче. Не надо покупать. Ну и мой любимый вообще закончился вообще. Моя любимая зубная паста. Блин, она такая мягкая. Сладкая мята. Знаете, как? Стимрол сладкая мята или Ворбит сладкая мята. Или Дирол сладкая мята. Я не помню, где там сладкая мята есть. А может быть, во всех этих жвачках есть сладкая мята. В общем, вот сладкая мята. И утром, когда я чищу этой пастой, зубки. Вообще настроение улучшается. Но она закончилась. Надо будет заказывать. Либо найти еще такую. У меня сейчас столько зубных паст. Когда я делала лизуна, я столько зубных паст набрала, надо их все израсходовать. В общем, это фирма Nuskin. У них вот такая есть зубная паста. Сделайте шкрин тоже. Она классная. Ну вот и все, в принципе. Вот все мои покупки... Не покупочки, а по привычке покупочки. Вот все мои баночки пустые. Наконец-таки я их теперь могу выбросить, потому что я для вас сняла это видео. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях. И отвечайте на мои вопросы, которые я задала в видео. И я буду ждать. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ну, а я не знаю такое слово. Как я буду говорить? Это микродерма. Микродерма и бальзам из лакалина. В общем, вот этот наборчик очень классный. Точно рекомендует его моя мама. Она ему не изменяет. Нет еще, мам. Блядь. Ты будешь стоять или нет. Я так рада, когда... Подержи, пожалуйста, эту штуку. Так рада, когда мои подписчики ценят. Проб сложно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...